Семён Школьников В первый раз в Калининской области, потом в Полесье, где он снял фильм «Освобождение советской Белоруссии», и в конце войны в Югославии и Дании, где был снят фильм «Встреча в Копенгагене». Семёна Семёнович и его коллег даже номинировали на Оскар за серию фильмов о войне, но, как гласит кинолегенда, Сталин решил, что российским операторам эта статуэтка не нужна и не разрешил участия в конкурсе. Сам же Школьников говорил, что его главной военной премией было то, что он выжил на фронте, поскольку судьба словно хранила этого талантливого человека, ведь на войне погибал каждый пятый оператор. Впрочем, как говорил сам Школьников, в том, что жизнь получилась такая насыщенная и интересная, своей большой заслуги он в этом не видел. «Знаете, не такой уж я отважный. Я помню, когда первый раз нам предложили к партизанам, ну, мы не знали, как мы будем туда пробираться, но нам сказали, что надо будет прыгать с самолёта. Мы сказали, хорошо, будем прыгать. А вы когда-нибудь прыгали, спросили у нас? Нет, не прыгали. Я и Николай Быков. Я сказал, нет. Ну вот, вы, значит, пару прыжков таких сделайте, контрольных, а потом мы вас отправим туда. Я сказал, нет. И Быков сказал, нет. То есть надо, пожалуйста, проинструктируйте вот здесь нас вот на земле, а мы прыгнем». Семён Школьников был уникальным человеком. Он начал работу на кинохронике в 35-м, прошёл с камерой на руках финскую войну, а затем и отечественную, и продолжал работать чуть ли не до 85 лет. И сегодня его вспоминают коллеги, друзья, ученики. «Это поколение, которое видело большое горе, потому что они прошли войну. А тем более Семён Семёнович, он не только прошёл, а через его глаза мы все изучаем, как была эта война. И самое главное, что, естественно, они прожили такую большую жизнь, что они много видели. И горя, и радости. И в этом плане Семён Семёнович очень жалко сейчас вспоминать, тем более я знал его с детства, а это уже, можно сказать, больше 50-60 лет». После окончания войны переехал в Таллинн, где работал на киностудии «Таллиннфильм», снимал «Жизнь республики», и в титрах киножурнала «Советская Эстония» всегда значилась оператор Семён Школьников. За годы работы им было снято множество документальных кинофильмов, и один художественный и популярный в огромной тогда стране комедия «Украли старого Томаса», который, кстати, совсем недавно показали по Первому каналу. Редакция новостей Эстонии выражает искренние соболезнования близким и родным кинооператорам. Продолжение следует...